Прокуратура Якутии проверяет детали истории обезбиения филиппинки в Якутске. Напомню, что СМИ накануне сообщили, что иностранная гражданка, работавшая здесь уборщицей в столице, подверглась нападению со стороны одной семьи. Причем глава этой Читы подполковник полиции. О чем идет речь, разбиралась и наш корреспондент Галина Погодаева. Выпиющий случай произошел в Якутске в минувшие выходные. Девушка из Филиппин Ракель выпрыгнула из окна многоэтажного дома. Итог – переломы ноги и позвоночника. Что стало причиной таких действий наемной работнице, сейчас выясняется. По версии потерпевшей, ее насильно удерживали и избивали бывшая работодательница Кристина Левадная с мужем. К слову сказать, он является сотрудником полиции. Помощь потерпевшая смогла найти лишь в семье, где оказывала услуги клининга. Ну, полиция, 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 меня избивали, меня там в квартире закрыли, держали. Ну, по-моему, она говорила про мужа, и она говорила, что этот полицейский ее душил. Полицейский душил, а вот жена Кристина избивала ее. Ну, она была вся поцарапана, горло было поцарапано у нее. Она показывала горло и жаловалась на очень некие головные боли. Также, по словам Афанасия, супруги Левадные пытались проникнуть к нему в квартиру и силой забрать травмированную филиппинку. Ну, вот, время подошло, поначалось, и у меня в квартире, мы как бы, когда боролись, я, ну, как бы, у него вот это, ну, стянулось вот это, ну, он расстегнутый, он стянулся вот это. И вы закрыли дверь, да? Да, потом я открыл дверь, и вот эта женщина препятствовала, ну, она дверь лежала с одной ногой, я вот их обоих, ну, как вытолкал в квартиру. Кристина Левадная, напротив, сообщила, что Ракель обратилась к ней за помощью. По ее словам, у наемной работницы возникли проблемы с документами. Я ей сказала, как я могу тебе помочь, если, как бы, полицию я остановить не могу, и это, как бы... Она начала плакать, она начала просить помочь ей. Я ей сказала, хорошо, давай подумаем. Она села ко мне в машину, и у меня в машине находились люди, они видели, что она вышла сама, села, и у нее не было ничего, она села сама. Я поехала к подруге, попросила ее, объяснила ей ситуацию, что девочка боится, что у нее нет документов, пусть она у тебя побоет, потому что она мне сказала, что паспорт прибудет в понедельник. Она осталась там. Что произошло между женщинами, на сегодняшний день неизвестно. В настоящее время дело находится на контроле уполномоченных органов. По данному факту, следователям следственного отдела по городу Якутску, следственного управления Следственного комитета России по республике Саха-Якутия, проведен осмотр места происшествия, опрошены участники конфликта. В настоящее время следователям проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. В настоящее время прокуратура республики приступила к проверке деятельности Ливадной и соответствую ее миграционному законодательству. И как стало известно сегодня, в этом запутанном деле намерен разобраться лично представитель посольства Филиппин в Москве, который сообщил СМИ, что вылетает в Якутск. Галина Погодаева, Юлия Великодная, Владимир Таюрский, НГК Саха, Якутск.